Уничтожил. Ему сделали операцию на сердце. После этих долбанных людей он на себя взял грязь большую, лярвы. Инфернальные сущницы на него напали, грубо говоря. Ну у меня единственный конек, я стабилизирую работу эндокритной системы. У него, знаешь, какая проблема? Сейчас тебе скажу, что в этой настройке. У него медсаловка и шимии в сердце. У него сердце, ритм, должен ритм, например, стук, 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 а у него стук, 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 бам. Горит Петр Петрович, за него нельзя лечиться. 40 тысяч попросил и трубку не хватит. Накалядуем для нашего уважаемого Юрия Степаныча необходимые средства для его реабилитации. Все, короче, я его подсоединяю, да? Да, да. Все, тогда, сейчас, как это сделать, сейчас подумаю. И галочка заступила. Я на компьютере недавно, я туповато не... Запись не включишь, чтобы эфир записывался, или это не умеешь? О, могу, сейчас, подожди. Сейчас, это надо сделать. Сейчас я сделаю. Юрий Степанович? Да. Ой, здравствуйте, рад с вами знакомству. Вячеслав Котляров, Харьков на проводе. Здравствуйте. Мне Алмаз подсказал, что он уже вас ввел в курс дела насчет того, что я придал огласке, что наша земля сотовая во много раз больше. И я хотел бы уточнить, сталкивались вы с подобной информацией, или... Ну, что значит больше? В размерах? Да. Почему, ну, я скажем так, ну, уже достаточное количество людей меня стало понимать? Они не понимают, чем отличается даже таблица умножения от таблицы суммирования. Я из тех людей, которые вас уважают и очень рад знакомству, мысленно жму вам крепко руку. Ну, теперь дальше. Я ведь к чему об этом говорю? Ну, если у меня есть убедительные доказательства, я их расписываю. И каждый может перепроверить. Вот я задаю вам вопрос. Я ничего против, не имею ваше мнение. Но так же я могу проверить, что это так. Ну, один из способов, это на экскурсии можно слетать в соседнюю ячейку. Но это очень трудоемко. Ну, это уже не вопрос. Трудоемко и легко. Вопрос главный. Могу ли я это проверить? Могу. Тогда скажите, как? Вот я всем говорю. Повторите мою методику взвешивания аккумулятора. И скажите, что там ошибка. Проверили, нет ошибки. А вот я вот им взвешивал так. Я говорю, до свидания. Это твой эксперимент. Это твой результат. Никто не возражает, что ты это сделал. Но главное, что ты не повторил то же самое, что сделал я. Вот если бы кто-то что-то делал, поэтому я и за его вопрос. Я бы повторил ваш путь. А я вам хочу сказать. Я в 66-м году был в ТИПсе. И вот я там часто был на посту. Потому что я работал в ходзводе, а у нас службы там другие были, которые вели серьезные дела. А мы охраняли ходзвод, а он ходил обязательно в охрану. Вот. И летом солнце не заходит за горизонт. То есть оно ходит где-то впереди, под небольшим углом, и ходит по своему кругу. Мне многие пытались объяснить это галлюцинациями, оптическими преломлениями. Я говорю, что же так непрерывно? Больше месяца у меня оптические преломления, галлюцинации что ли? Ну да, совершенно верно. Ну че, ребят, из какой деревни? Вот. Если есть, и вот я этим астрономам особенно, я им это рассказывал. Они говорят, такого не может быть. Я говорю, ну поехали. И все, и сразу все кончается. Как только человека подводишь к нему проверки эксперимента, он сразу уходит в кусты. Поэтому я еще раз говорю, я готов все это, ну, я найду метод проверить. Мне нужно, вернее, как проверить, но мне нужны материалы. Потому что если они чему-то противоречат, а я достаточно много в жизни своей провел экспериментов или опытов, которые уже, ну, как бы, неопровержимы. Если вот что-то там попадает в моем видении ошибочным, я его сразу уже вижу. Знаете, как это ГАИ, когда сдает правила, они накладывают шаблон, и сразу видно, какие надо отмечать. Им не надо доказывать. Они прямо гладут и говорят, вот видишь, не проходит. Читают. И все. Так и я. У меня такой опыт, и глаза уже, ну, как бы, набили, глаза набили, что я вижу все ошибочное сразу. Вы обстали на правду. Дальше, подожди, подожди. Хорошо, с удовольствием вас слушаю. Вот, да. Вот. А дальше все становится на свое место. Уже у них все захватили. Те же самые, как я их называю, политики. Самые там, кстати, руководители, одни и те же наверху руководят этим и тем процессом. Ой, умница какой. Так я их называю бизнес-шмонами, олигархамы, политикнутые и халуисионизма. Все. Вот четыре категории людей, которые занимаются этими делами. Вот. И поэтому, когда людям начинаешь говорить что-то... Мы уже спим. Если так пойдет дело, через сто лет не останется ни одного белого. Каждый должен понять это. Да. Что все войны и так называемое Великое Отечественное организованы сионистом Сталином и сионистом Гитлером. Абсолютно с вами согласен. Просто мне никто не верит, когда я это говорю. А что верить? Вы им не говорите, верь, не веришь. Вы им говорите, возьмите Конституцию, вы читаете. Юрий Степанович, поберегите, пожалуйста, свои нервы. Я что хочу сказать. Юрий Степанович, наверное, право. Люди... Когда мы о политике говорим, мы попадаем на удочку темных. Да. В работы не попадаешь. И не должен отличать. А кто тебя учит в школе? Евроуголовники. А кто тебя учит в институте? Евроуголовники. Я им показываю, доктор, профессор, пусть он даже называет себя русским. Я говорю, ты что не видишь, что 2 плюс 2 плюс 2, это знак плюсования? Юрий Степанович, все понятно. Подожди, а он говорит, а так договорились и приняты, я говорю, приехали. Юрий Степанович, что хочу сказать. Сейчас, подожди, Алма. А я говорю, а теперь открой советский энциклопедический словарь под редакцией Прохорова. И там, где написано, действие умножения выполняется только через точки. Или через вот такие крестики. Они что, дураки? Нет. Они уголовники. И они действуют против русов. Потому что им надо засрать мозги. Почему тебя не понимают? Юрий Степанович, Вячеслав, я хочу сказать пару слов к этому ситуации. Здесь сейчас происходит что? Есть люди, которые сейчас начинают пробуждаться во всех отношениях. С физической стороны, с химических, научных. Правильное русло периодической системы. Пробуждение идет. Вот сейчас у нас мы втроем сошлись. В каком смысле? То, что у Вячеслава Котлерову удивительные высказывания о том, что все это как бы опять ложь. Опять к сложному. И вот это вот к сложному мы начали разбираться. Я же не против. Да. И вот мы разобрались о медведице, о горизонте солнечной, о которой вы говорите. То, что Вячеслав говорит. И получается, что-то здесь есть такого, что разобраться надо. Вот если я говорю, что летом солнце маленькое, а зимой солнце большое. Мне тоже говорят, оптических... Я кучу. Че-то каждый год одни и те же оптические эти. Бред. Бред. Вот. Но, если ты пройдешь осенью... Я на дачу выезжаю, где городов нет. У меня там кромешная тьма. Ее лежат большие медведицы. Она прям как бы над домом сидит. Прям вот у меня. Да, да. Я согласен. А летом она ухуда улетает ночью. Значит, вокруг Земли, это земля, вокруг этого Солнца, идет под углом 23 градуса. И она совершает не круговой, а параболу. Эллипс называется. Эллипс. Эллипс. По эллипсу. И когда дальше... Если это так... Я говорю, вот вам простой пример. Самое темное время дня, когда... 24 декабря. Ну, так принято. Самый большой день принято 22 июня. Смотри, пожалуйста, в это время Солнце маленькое. А тут это большое. А с собой Солнце большое. Ваше предположение, с чем это может связано быть? Только с одним движением вокруг Земли. Это по эллипсуидной... Как ее... Траектории. Траектории. Известна другая информация, что на огромной планете, которая в много раз больше, находятся сотни тысяч ячеек. И над каждой ячейкой есть свое Солнце, которое ходит по кругу. То есть мы сейчас своего рода на плоскости, и нас окружает антаркет. А это... Это... Понимаешь ли, в чем дело? Послушай меня. Это настолько глупо. Если так, то Солнце должно мгновенно появляться на плоскости, а вот тут должно ходить долго. Если она просто плоская, то тогда Солнце не может уйти на зиму. Если одна плоскость, то Солнце не может уйти. Самоходится как? И размеры бы не менялись. Это бред силой кобылы. И мне это присылают уже раз в 30 или 40. Я говорю, открой глаза там, милый. Начинай думать. Никаких плоских, никаких ячеек нет. В природе вообще плоскости нет. Нет тут. Даже на микроуровне или там наноуровне, там вот такая вот сила. Я же материаловер. И когда теоретики начинают мне рассказывать, как у них плоские контакты при трении, я говорю, вы кого ловите, ребята? Я сам тренщик и знаю, как сделать, чтобы трения практически не было. То есть вот я создаю такие узлы, придумал такие покрытия, которые не работают. Дальше я проверил теорию трения с коэффициентом. Все, я им показал, что это выдумки, это все мусор для того, чтобы человек не понимал природы. Понимаете? И поэтому, когда мне присылают, ой-ой-ой-ой-ой-ой, там бешеный там один пишет, ой пропали, ой пропали. Я говорю, это давно пропастье. А вот откуда у вас знание о том, что наша земля именно выглядит так, как нам ее нарисовали? Вот именно теоретики... Как нарисовали, объясняю. Картографы есть. И вот один из таких был Пржевальский. Моряки были, которые рисовали бухты. Понимаете это или нет? Я понимаю. Когда мне начинают рассказывать и показывать это, что горизонт прямая линия, скажите, а по определению горизонт какая линия? Прямая. Чего же там в раге-то? А вот почему прямая, я объясняю. Выходи на рельсы. Ты знаешь, что рельсы от начала до конца пути идут на дому тоже в расстоянии? Знаешь? Да, да. Да, да, да. Выйди, через километр расстояния ты уже видишь, что они у тебя сошлись. Потому что наш глаз так устроен сводить все в одну точку. Чтобы мы видели предмет обеими глазами. А если ее учили с помощью подзорной трубы или телескопа, то можно просмотреть всю землю от Австралии до Америки полностью на высоте большой. Так об этом идет разговор. А теперь я вам говорю, почему можно разусмотреть-то до, до чего? До этого самого видимого обзора. Нет, нет, до экватора. До экватора. До экватора. Да, можно, но не дальше. Дальше. Как ты себе представляешь, мы ходим на ногах, а на другой стороне ходим на голове. Но они в поле, их по сути не существуют. Ну вот, поэтому я всем говорю, а вот теперь вы представьте себе, электрическое поле, земля электрическое поле. Вот оно всех притягивает к центру. Но электрический заряд от центра отбрасывает. Вот все. И сразу тебе и идти, и тяжело. И так далее, и так далее. На определенной высоте плотность маленькая задыхаешься. Внизу, казалось бы, тут должно быть всего больше, а ты тоже задыхаешься. Понимаете, есть, как это называется, эксперименты, которые опровергают всю эту дурь, оплоской. А в течение можно опровергнуть. Я, допустим, видел и знаю, что наша Земля в сотни раз больше и состоит из маленьких шоу. А, нет, вот ты видел, вот я тебе и хочу сказать, как ты эту дурь. Ну, расскажи, где ты был, откуда ты смотрел. С луны. Луна это космический корабль. Но это не фантазии. И ты там был? Один раз. Это было давно. Понятно. Но я понял, что вы там... Лучше я промолчал бы. Вы там... Нет, нет, нет. Понимаешь ли, то, что ты до этого сказал, мне уже вполне достаточно, что это вымыслы или домыслы. Поэтому, когда у меня спрашивают, Юрий Степанович, ну, на космический корабле я там не был. Но я знаю, что Луна не вращается. Эксперимент показывает. Это да, это такое, это известно. Дальше. Я служил в ЭДВ. И я знаю, что на третьей там или пятой секунде тебя начинает крутить. Так, 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 когда ты отделился раз, два, три. Ты начинаешь выравниваться. Выравнивался и летишь. Хочешь, как птичка, хочешь, как рыбка. Ты захотел перевернуться, убрал что-нибудь, руки или ноги, кувырок туда или сюда. Да. Прыгнуть парашютом. Когда ты идешь на стабилизированном парашюте, вон, полтора квадратных метра, это прыжок с затяжкой, знаете, да? Там, 15-20 секунд. Тебя вот так крутят. Вот так уже не крутят, а крутят только в одном положении. Вокруг плоскости. Выставляешь руки, и тебя перестает крутить. У нас в космосе, чтобы не крутились самолеты наши, эти космические спутники, у них тоже установлены эти штуки. И сразу выставляется воздушный этот тормоз, и корабль стабилизирует все эти паралитные метра. Здесь есть телец в космос, там давление настолько сильное, что корабль раздавит. Кто тебе эту дочь сказал? Да я там написал 20 лет назад в своих трудах это все. Нет. Вот видишь, ты написал. Давление. А я тебе еще раз говорю. Никакой корабль в космосе не может быть раздавлен. Вот в воде он может быть раздавлен. Да. А кто поддавит вода? Плотность воды и плотность, Вячеслав. Это разные вещи. Вода. Вот ты. Вот есть такой знакомый, очень хороший у меня, что-то он давно мне не пишет. Валера. Он написал, что в древности космонавты атмосферу называли водой. Мы называем водой только та, что разделена с атмосферой. Вода это состояние жидкости, смеси газов. И атмосфера состояние жидкости в парообразном состоянии. И мы каждая, и кислород можем испарить, и водород можем испарить, и все газы вместе. И тогда только по одному принципу, вот теперь слушайте это внимательно. По уменьшению объемной электрической плотности. И поэтому я показал, вот он тебе не показал модель атома, периодическую систему древних русов. Если там появляется в объеме в 2 раза меньше, в 4 раза меньше, в 8 раз меньше, в 16, в 32, в 64, в 128. Так вот, то система уплотняется. В действительности, в процессе получения всех электровеществ, железа, серебра, золота, ста этого, как его, газов, начинается с самого маленького. Он в сирот. И он в тот момент там сжат очень сильно. Но вот за счет давления выделяются две. Он дальше не может разжиматься, его уже держит земля. Тогда что делают? В него втюривают еще два шара подород. В него втюривают еще два шара. Девять. И так далее, пошло, пошло. А объем всерода в земле в конкретных условиях один и тот же. Таким образом... Вы создали, по сути, модель Вселенной, насколько я понял. И Вселенной тоже. Это тоже, да. Вот она развивается. Да, да. А здесь... Я когда увидел вот эту таблицу, у меня все стало на свои места. Это как осенение. Да, вот-вот я про это говорю. Вот эта таблица всех лечит. Я к космосу-то и пришел через все процессы на части космоса на Земле. Все. А я делал так же, как космос регулирует. На Земле тоже же земляет космическое тело. Да. И все получилось правильно. Мало того, это подтверждается морей экспериментов. Вот... Чтобы я был спокоен, я не мог опубликовать до 93-го года свою периодическую систему. Пока не вышла вот эта книга у нас в России, в Советском Союзе. Жене-эс-ли. Вот. Амричан. То есть вот есть параметр, на базе которого я все это создал. Объемная электрическая плотность. Они не могли спланетировать у вас идеи? Может они как-то хитро... А как? Нет. Нет? Смотрите. В нашей... Вот нас учили в школе, нас учили в школе, некому массовому числу. Массовое число это отношение углевода, у него порядка... Крым номер 12. И вот иудеи под номер 12 все и раскрутили нам. Они нам раскрутили под номер 12 60 этих секунд. 60... И наставки держат иудеи. Да, они все по одной системе 12 и крутят, и крутят. И вот они нам это приделали. Одна двенадцатая углерода. И он стоял в 12-м. А теснород стоял у меня в 16-м. Да. А у меня на место все встало. Газ под газом, металл под металлом, ряды одинаковые. Да. Почему? Потому что я распределил по электрической плотности. А оказывается, они вот... Иностранцы называют это просто плотностью. И тогда я им сказал, ну вот теперь давайте, чем отличается электрическая плотность от той плотности, которую вы написали вот эти англичане. Ничем. Я взял и взвесил электрические заряды. И все. Они-то говорят, что заряды это свойства, и они не могут быть вещественными. Мне до сих пор в Комитете по изобретениям отказывают. А я им свою статью. Теория единства электровещества, электроатома, электрополе, электрозаряд. До свидания. И там все показано. Вот в чем весь смысл. Юрий Степанович, скажите, пожалуйста. Это не фантазия моя. А как можно опровергнуть меня? Ведь меня невозможно опровергнуть. Нет. Вот я о тебе об этом и говорю. Уважаемый. Вот я все выкладываю. Вот еще раз. Вот в 97 году. Вот в 97 году я с трудом опубликовал вот эту вот периодическую систему. Да, он в курсе, в теме я там. Вот. Я ее показывал всем, даже друзьям. Ну, кто такой друг? Человек. Это хороший, умный, здравомыслящий. Вроде бы, как мне казалось, человек. Он говорит, ладно, Рыбников. Я попробую тебе опубликовать. Ну, есть несколько «но». Давай я тебя в университет отправлю. И там мы устраиваем эту... Семинар химиков. И они все говорят. Клинику у Рыбникова. Да, все тоже сейчас так говорят. Вот, вот, вот. Я говорю, хорошо. И вот когда дошло дело до публикации, я ему говорю, вот давай твои статьи, которые ты публикуешь. Вот у него Томик. Анализ систем. Да. Слова мне не нравится, слово «анализ». Другой не нашли слово. Надо подумать. Ну, здесь прямо на лице. Основы теории единства и неразрывности электромагнитного поля. Семинар химиков. Семинар химиков. Я ему говорю, Василий Васильевич, милый, а он был главным редактором. А у него был академик Курдюмов. Руководил этим всем. Я говорю, скажи мне, пожалуйста, вот ты меня уже больше года знаешь, там, года два, вот ты в этой статье такую дурь написал, давай я тебе указываю. Он говорит, да. Я говорю, смотри, вот дурь. Я говорю, ну неужели ты не можешь меня хоть на минуточку сравнить с этими дураками и как друга пропустить? Ну, там же дурь одна. Да ты меня пусть я дурак, но ты пропусти. Да, 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 что там такого, правильно. И это сработало. Класс. И после, а после этого, я уже, еще раз хочу сказать, такой же у меня был эффект по трению. Когда я опубликовала электрическую природу трения, не опубликовала, меня нигде не публикуют. Я приношу, мне говорят, так, вежливо или грубо, кто как. Здесь даже у меня есть материалы, как меня там чуть ли не идиотом считают. Прям из редакции приходит ответ. Кучка евроуголовников пишет на меня пасквит в редакцию, как вы могли пропустить такую работу. Так вот, один человек, Владимир Степанович, если вы правы, я публикую вашу работу, но мне нужно проверить вас от А до Я, потому что это настолько серьезный вопрос, а людей, которые пытались до тебя это сделать, анафилия, могут и по голове дать, и расстрелять, и посадить в психушку. Ну, это, понимаешь, когда ты, это ты, а когда еще Я, то мне бы не хотелось. По крайней мере, ни за что. И вот я почти полтора года к нему ходил и отвечал на все его вопросы. И он мне сказал, а он, Дмитрий Николаевич Решетов, председатель научно-технического совета и диссертационного ПМВТУ тогда, вот, и он мне написал и статью, и свое предопределение перед статьей. И вот даже на него наехали, что он старый дурак, а Рыбников идиот, который его обманул. Можете представить? А я, извините, перебиваю лекцию, что хотите получить настоящие знамения, изучайте труды Юрия Степановича Рыбникова, когда вы узнаете истину. Ну, слава, слава, земле, матушке, и тебе заодно. Привычка, слава Богу, хотел. У меня тоже бывает так. Вот. Самое главное заключается в том, что я отвечаю на все вопросы, которые человек может проверить. Если их нельзя проверить, это не ответ. Это прилагательный виртуал. Я говорю, нет у вас коэффициента трения? Нет. Как нет? Вот у нас К, Н, и так вот. Я говорю, давайте берем вашу формулу и проверим. И вот один мне пишет, а, ты дурачишь весь мир, ничего не понимаешь ни в трении, ни в математике, ни в физике. Я говорю, очень хорошо, какая претензия у вас ко мне? А вот ты вот в эту формулу в доказательстве ввел поверхности. А их нету. Я говорю, хорошо, если их нету, то давай прочем вашу формулу. Сила трения возникает при перемещении и действует в обратном направлении. Я говорю, как же так? А дальше с носка самая большая сила трения в покое. Из какой деревни, ребята? Вы куда? Дальше. Вы говорите, что я придумал расцелет поверхности. Хорошо. Если нет поверхностей, что у вас, а что трется? Ну, нет поверхностей. Ну, да. Понимаете, вот в чем здесь смысл-то? Вот они говорят, нет поверхностей, они их не учитывают. Я говорю, какой вы имеете право их не учитывать? Если их нету, то как же они движутся? Тогда он мне написал, ты, однако, еще и ханло. Я говорю, ну, до свидания. То есть... А я знакомство. Жалко, что меня трудно пока провязывать. Нет. Экспедиция тоже поздоровит. Когда у тебя будет публикация, или, как ты говоришь, рука-пи, и ты ее дашь на общий обзор. Поможешь в оккупации, как же я могу сказать? Ну вот смотри, а я-то прошел это. Вы прошли, а вы? Вот я вам почему и говорю. Мы же рядом, Вячеслав, поможем. Я вам хочу сказать. Я за последний, вот я с 13-го, в конце 13-го года я уволен из университета. А до этого я с 2007-го по 2013-й преподавал в университете радиоэлектроники институт мира, значит, называется институт радиоэлектроники автоматики. Радиоэлектроники автоматики. МИРА. Вот. Итак, я студентам, когда говорил, они мне, я смело уже читал лекции там, как положено, вот, ты смотри. А когда мы проходили практическую, я беру эти же законы, которые прочитал, и показываю, что они несостоятельны при проверке. А мне уже ректор говорит, а какое ты имеешь право проверять? Я говорю, вот, даете вы. Я преподаватель или кто? Конечно. Во. Ну и там пошли сразу шум-звон, Рыбников опровергает, Эйнштейн, Ньютон и всех остальных. Я говорю, да я не опровергаю. Мы на практике проверяем их действия на экспериментах. Ни один эксперимент не подтверждает. Ну, о чем говорить? Ну, я не требую от студентов. Я у них принимаю экзамены, как положено. Лекции читаю, как положено. Так вот, я один в университете староста записывал, какую я лекцию читаю, сколько на нее времени ушло, сколько я говорил не о лекциях. Вот какой контроль у меня был через два года они... Программали, да. Да, они только у меня одного. И вот раз и ничего не могли сделать. И вот через семь лет они меня уволили по сокращению штатов. Уволили незаконно нарушить пять статей. А администратор не мог следить, ректор за тем, чтобы не нарушались законы нашей страны, тогда она называлась СССР. раз. А когда я уже в 2007 году, чтобы не нарушались законы РФ и, так что там законы РФ и все нарушены были. И я суд выявил. потому что они преступники, поэтому они совершают такое. Конечно. Они уголовники, потому что есть, почему я их смело называю, вот раньше говорили уголовники, потому что отвечали головой. И все, всего-навсего по-русски отвечали головой. Значит, и уголовник. И все, вопрос простой, отрубай в голову, до свидания. Игорь Степанович, я хотел спросить, вы говорили, по горизонту, где проходит солнце, не заходят за это. Вот смотри. В каком месте вы были? Вот смотри. Вот солнце у тебя вот так выглядит. Так, понял. А линия горизонта вот так. Так, ага. Она все равно прямая. И вот ты начинаешь ее опускать. Ага. И они на этой основе говорят, что земля плоская. Ну, понятно. Она плоская, знаете, вот взять большой мяч и вырезать бумажечку миллиметр на миллиметр. И эту маленькую бумажечку приклеить на на этот большой мяч. Так вот, по соотношению к огромной земле она будет находиться на плоскости. Вот это наша ячейка. Уважаемый, еще раз объясняю. Вот ты взрывомыслящий человек. Вот я тебе показывал, а ты не врезаешь. Вот у меня все... Давай, давай. Вот она круглая. Но у меня-то все сферы и на плоскости они все выражаются круглыми. И чего здесь нового? Я это понял, Юрий Степанович? То есть, если я скажу, что все океаны вырыты вручную, вы тоже с этим не согласитесь. То есть, это все техника. Раньше эта ячейка была полностью из земли. И серьезно, техногенность... Ой, 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 ой. Значит, если ты такой непонятливый, возьми все материки на рисунке. Крестить вы имеете в виду в одно целое, чтобы было. Да, да. Собери их в одну кучу. Я понял, о чем он говорит. Чего же они на плоскость-то не легли? А как же тогда полюс? Сам говоришь о полюсе, туда никого не пускают. Откуда тогда полюс уберется? Потому что полюс, это вот такое земное тоже уплотнение с такими же вот штуками. Вот у меня. Вы поверите, что над нами купол, который... Сейчас я тебе его и показываю. Вот это хорошо. Так, ше-ше-ше-к. Вот. Под каким? Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Пятый. Ага. Это... Да, да, вот он. Пятый. Вот он такой пустой. Купол, все есть. Вот это самый большой электроатом-сироп. Это электроатом-сироп над землей. И поэтому облака у нас не улетают. Потому что электрическое поле стоит выше. И вот когда говорят об озоновом слое, то это не озоновый слой, а всероп. Всеродный поток. Зарядов. Мелкий. И он вот так вот стоит. И когда они проникают в сирот, почему нас не убивает это солнце пока? Потому что оно сопротивляет первому, второму, третьему и пошло. И до человека. Солнце будет к нам уже обработанным, чистым. Солнце очень маленькое на самом деле. Оно находится... Солнце маленькое? Да. Оно меньше, чем наша планета. Оно, ты меня извини. Чем ты мерил? Не линейка же. Юрий Степанович, а вы вот в каком городе были, вы говорите? В каком месте? Когда солнце за горизонт не заходит, в каком месте это? Тихо. За полярным кругом. А, все, понял. За полярным кругом. За полярным кругом. И только там. Она? По кругу. Да. Там 12 месяцев, 10 месяцев зима, остальное лето. А на месяце тепла там. Вот. Теперь дальше. Когда вы вот это расположили, 22-22, а потом день равноденствия. А проводите окружность. И сразу все станет на свое место. Тогда ясно. Когда у нас зима, потому что вот эти дни у нас перед летом, и начинается лето, новолетие, потом идет. лето, потом идет осень, опа, сентябрьское. Да, 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 да. Равноденствие. Потом идет раз, и декабрьское. Минимальное. Все сходится. Сходится, да. Конечно. А март, это начало всего. Да. Март, вот, если вы сейчас залезете в Ютубе, поковыряетесь, как я, то вы там найдете, что на Руси был первый месяц март. А даже латиняне, которые жили, они написали, посмотрите, и восьмой, и восьмой, и восьмой, и девятый, и десятый по числам, латиням. Дека, декабрь. Дек десятка. Означает десятый месяц. А вот двенадцатый. Ку-ку. Январь, февраль, спиндюрили. Вот. Они придумали январь, февраль, и поставили их сначала в конец. Но это плохо запутывало. Да. Тогда они поставили вперед. Иначе на лапшу лежит. Чтобы потом мы не смогли выйти с этой болоты, их говорят. Конечно. Да. И говорили все время, значит, о том, что вот Юлианский, Григорианский, да, какой Юлианский. Обский. Календарь у русов был. И недели были. Ну, подразделить там надо. Не поделить, а распределить. 41 день. Да, да. Там по 40-41 день получается. Все нормально. И никаких вопросов нет. И высококоск. Восстится-терядится было 9 дней в неделю, насколько мне известно. Еще раз объясню. Но это вид беды. И вот счет порядковый. Да. Счет русов начинался с нуля и заканчивал девятью. Но это был десяток. десяток. Вот я скоро это опубликую или на лекции все расскажу, как это говорили. Да, на этом еще надо поучить и славянам ведунам и теми еще поучиться надо. Нет. А нуля. Вот смотрите. Вот когда говорят о ведах, я их принимаю. Я тоже принимаю. Ну, где-то, где-то. Когда говорят о ведунах, это уже сионисты. Не, ну, насчет веды, они... Вот смотри. Веды не требуют ведунов. Ну, ведун, это ведет тебя в дурь. Да. А если ты рассматриваешь веды, ты их проверяешь, они соответствуют числовому земными явлениям, и нет вопроса. и ты показываешь их, и каждый их проходит. А ведун, который присваивает себе так же, как пол, как это, всея Руси, Гундяев, поносник, да, 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 еще, всея Руси, козел иностранной разведки, а выдает себя за русского православного. Вот и все. Там все же чертко совершенно и очевидно. Поэтому, вот я и говорю, одно дело, что написано, я многим говорю, это ваша фантазия. Они говорят, а вот если полететь туда, я говорю, слетайте, потом расскажете. Потому что нельзя определять на расстояние. Если ты хочешь определять по схеме, пожалуйста, я не возражаю, давай доказывай схему и показывай. тогда как получается, что Земля является спутником Солнца? Там все наоборот. Кстати, я скинул ссылку на YouTube, может, видите в конференции, где показано, как Солнце маленькое движется вокруг нашей... Ну так вот, а теперь скажи мне, если Солнце движется вокруг вас, как получается, что у нас в этом в озере субтрофиков, если оно обвезется вокруг нас. Да. Все время летом. Да, опять... Опять... Пуп-пуп. Не получается. Математист. Вы не хотите видеть то, что есть на Земле. Не хотите. Вот если вы скажете, вот поэтому на субстропиках у нас это, у экваториальной, там все время летом. А на Руси... А на Руси всегда было какое ли это государство? Северийская Русь. То есть от севера и до этого, до экватора. До экватора. То есть как сегодня, до Гитая. Да. Вот и все. И понимаете, поэтому я ничего против не имею, я всем говорю. Но есть такое понятие фантазия, это... Ну а как же тогда объяснить появление народа? Вот я, допустим, знаю, что народы эти прибыли из других ячеек и заселили. Точно так же это... Опять. Вы знали, а я это допускаю. Вот знать я этого не могу. Я это допускаю. Мы в то время не жили. И такой вред. Мало того, я... Подождите. Да, да. Не случайно вот эти знания были. И я говорю, что цивилизация в Уссах была мощная и сильная. Господня нам все время говорят, цивилизация уже погибает. А теперь я говорю, вот, вы хотите узнать откуда слово цивилизация? Да. Это негативное слово. Не наше. Ну вот. А теперь простенько проверяется. Конституция, проституция, демонстрация, фальсификация и прочие слова. И прочие, да. Так и означают цивилизация иудеев иеговистов. И все слова нам переводят. Вот я сегодня кому-то отвечал. А, мне один этот. Ты уж извини меня, я тебя... И так далее. Он изучает мою систему. Ну, а то вдруг как еврея видится. Нет, я по натуре внутри. Я слышал, хватит. Вот. Я ему написал. Он говорит, я не могу сфотографировать вот эту твою периодическую систему, она у тебя большая. И она потому большая, что нет приборов, которые могли бы создать разрешающие устройства. и поэтому у меня сейчас проблема с электроатомами. Сейчас я покажу. Вот она. Вот приборов чтобы доказать визуально то, что я не придумал это все. Вот, 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 вот это рисунок хороший у вас получил. послушай меня, они сделали программу в инете. То есть, что это значит? До определенного момента они сделали в одном масштабе. Но все равно там не видно, когда наслаиваются, они в виде сеток делали. Представьте, если вы возьмете древний шар вот под собаками, знаете? Да, да, да. Так вот, он сделан вот по такому принципу. Там нет окружности. Там есть вот эти вот дороги. Я брал этот шар да еще четырехкратную луфу и увидел, что там компьютерный вариант. Да, компьютерный вариант. То есть, люди были величайшей цивилизации. Но вот теперь второй вопрос. Была война цивилизации или была война между собой, как и сегодня. Евроуголовники захватили весь мир и народ решил уничтожить эту цивилизацию. Своей, чтобы не позволять паразитам жить, они взяли и уничтожили цивилизацию. И была ядерная война. А вот после этого началось новое возрождение. И если вы возьмете эту библию, то там написано, что скрывались на каком ковчеге на Ноевом. Так это и Луна, кстати, между прочим, в Ноев ковчег. У них там в лабораториях все образцы ДНК и все семян, которые у нас на планете были. Ну вот. Каждый тварь попарит. да, да. Это ДНК на самом деле. Ну, на самом деле, это надо доказывать. ДНК еще не способность размножаться. Вот чем все дело-то. А для того, чтобы размножиться, необходим биообъект. Совершенно верно. Но они геноинженеры и на высоте. Ну, опять. Вот еще раз говорю. Вот когда мне начинают теоретики доказывать это, я им говорю, вы одну глупость, закрываете другой. Получается глупость в квадрате. Ну, это ведет к отуплению, не к познанию. У меня другой путь. Хорошо скручивать и доходить. Дошел, ошибок нет. Практически. Опять сворачиваешь. Все. Физически практически. Когда говорят, это так, это так, я говорю, ну, хорошо. А множиться-то должны быть. Зайцы просто так не множатся. Да. А может промысел? О! А вот это не ко мне. Это Гундяев. Он как... Я видел в коем случае. Вы что? А я видел ролик, где вы сказали Бога нет. Конечно. Я показал это очень просто. Они говорят, ну, вот, это замысел. Я говорю, ну, хорошо. Вот я беру из Москвы воду, отравленную хлоркой. Знаете, да? Да. Или сейчас этим, озоном, как говорят. Беру воду из колодца и выставляю их на солнце. Они у меня загерметизированы. Теперь смотрю очень важный момент. Если я их держу вот в этих бутылках, в полончиках, 5 литров там, они у меня в темноте стоят год. И не портятся. И не зеленеют, и не портятся. Все как надо, в темноте. Но если я их выношу на солнце, через 2 недели получается зеленый налет. Электричество попадается, тепловое, фиолетовое. от полонца оказывается. А там электрический сирот начинает образовывать жизнь. Да? И все становится в свое место. И никакой бог и замысел никому не нужен. А вот бог нужен только для тех, кто использует себя. Представителем бога, уголовник. Я еще таким людям говорю, поссорился с супругой, она же религиозница, щепоточница. Я говорю, если он есть, почему он так не может порядок привести, если настолько он мудр и знаток? Получается, что-то у него с практикой зихер. Нет. Потому что действительно много богов. Их миллиарды. Их больше нет. Вот видите, теперь богов оказывается много. Успокойтесь. Для официальной иудеи объявили, что в 2017 году будет одна религия на всей земле. Значит, аутентизм. А все остальные религии это называются дочерние. А ты, аутентизм. Политеизм, монотентизм все впендеривали, сперва мусор закидали, а теперь разгребают они в монотене. Это не наоборот. Они вот, возьмите Невзоров и каббалист есть в ютубе. Соловьев. Нет, Соловьеву не надо. Там он с лайкманом, главным каббалистом. Ага. Есть такой... И вот он говорит, народ решил так, что мы всех будем грабить до тех пор, потому что они глупые и тупые, а мы их потом будем мучить правильной жизни. Я, говорит, признаю, что мы их грабим. Но вот сейчас они тупые, почему мы их грабим? А когда мы всех ограбим, тогда они начнут уметь под нашим строгим регулированием. Выгращил. Выход не говорит. Многие все мудро сообщают информацию. Избавиться от оккупации и никто не знает выхода. Только одно средство. Умнит. И не надо никого служить, ни богов, ни попов, ни президентов, ни этих партийных руководителей, все бандиты. Теперь главный образ евроуголовники. Вы почитайте. Вот я всем покажу. Кто был Петр Первый? Иудей. Самый настоящий. Князь Владимир. Иудей. Все вы правильно говорите. Так и было, так и есть. Дальше идем. Кто был Бланк Ульянов, Лейпо Бронштейн и Джуга Сталин? Иудеи. Кто очередную революцию совершил? Чернохарин, Барух Ельцин, Иудей Чубайс, Иудей Гайда. Такие иудеи, они же профи сион анальные революционеры. Ну и Хрущев, он же Пилер Мутер тоже много сделал. Но он революцию не совершал. Он просто, как бы сказать, они удавили Сталина. Да, 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 убили. Да, они удавили его. Удавили, да, правда. Задемир рака. Потом берет то, что говорил Рыбников в таблицу умножения и проверяет. С малого начать и до великого. И ты начинаешь выбрасывать весь мусор. Почему? Вот я всем показываю простой пример. Извлечь корень. В математике вдумайтесь только. Корень из-то зуба. Корень дерева у пенька. Вот их можно извлекать. А там черным по белому написано восьмерка галочка а над ней три. Вот они называют третья степень восьмерка результат. А когда мы из восьмерки извлекаем не корень а основание то все становится на свое место. И мы говорим что мы находим этим знаком мы подчеркиваем нахождение основания степени. Два. Нет надо корень вести. Дальше в книжке написано однокоренные слова. Я тоже этим пользуюсь. Почему? Потому что народ сразу не понимает но там же написано что слова эти тоже родственные. Опа! Тогда они не коренные не корень слова. А что? Род слова. Род слова не изменяем. и вы к нему приписываете окончание суффикс или приставку. Также тебе приставку начинают крутить без дез раз через этот уголовник ксионист луначарский пишет перед глухими согласными надо писать букву С. И я ему говорю ну вот вам все же бесов ввели в ваш лексикон. Сегодня имидж колец и теперь этот как его еще нет нет вот который маркетто ведет имидж все на через жопу. Дальше еще набор таких слов бренд хит тренд и трендят трендят истор история и люди забывают родную речь вот я всем говорю вот вы все время говорите особенно сегодня вот русский язык совершенства должен ну хорошо скажите пожалуйста да уж нужно требовать перевода что это такое да а теперь макростол так к чему он совершенствуется оболванивание мне известно допустим что синонимов не было в древнем русском языке их не было и быть не может не может потому что каждое слово несет только один смысл совершенно верно синонимы антонимы можно не суммировать а складывать добавлять слаживать я бы ну все то есть все начинается со слов тебе сюда вводят программу идиота на словах а потом начинает подводить под это все виды науки вот простой пример Эйнштейн знаете что в советском союзе три указа академии наук было все кто выступает против теории Эйнштейна гнобить психуш да 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 так он же шоферист он все придумал это Эйнштейн во во он не придумал потому что он такой дурак что даже придумать ничего не ну украл идеи у других придумщиков нет вот иудеи они хитрые хитрые да какой-то ученый вот типа Перельмотора написал какую-то работу и сейчас вот они я всем показываю бозон фиксер бозон фиксер какой-то еврей в 1888 году предположил что бозон базовая элементарная частица то есть по определению неделимая состоит из трех точек вокруг которых текут токи искали искали евреи не нашли во всех академиях мира в 76 году по-моему в 76 уже появился новый иудей который сказал что по фамилии его хикс хиг тот хика с а этот хигг с 2 да тоже хигг но с он уже говорит что бозон хика хикс это базовая элементарная частица вещества и они ее нашли в коллайдере а коллайдер это вакуумная установка а в вакуумной установке все вещества испаряются они уплотняются раз второе они говорят что они вакууме устроили еще и взрыв взрыв тоже только разрушает разуплотняет разогнали их они вот это мне нравится я говорю вот смотрите какую дурь вам втюривают разогнали их и посмотрите сколько тратят денег на создание этих ложных академий университетов и институтов чтобы дурачить народ а потом все учат ходить вот сегодня очередная очередная дурь вот скажи пожалуйста чего это вдруг евро единая россия устроила праймерис как в сионских штатах они мы взяли вы так и скажите что мы взяли у сионистов из штатов для чего а потому что там никто же уже не ходит ни за кого ни за путина ни за всю эту блажь голосовать мало того когда он делал вопрос он понял что весь народ уже недоволен путин тут же создал евроуголовную национальную гвардию и стал из наших детей готовить убить своих родителей у меня предположение что гвардия была создана по аналогу белогвардейской армии а другие будут против этой армии воевать как сто лет назад но это предположение я тебя умоляю вы поймите и я всем говорю верните своих детей в рот и учите что если ты пошел работать в милицию то ты должен защищать интересы народа и уголовной шайки совершенно верно и помни мы тебя туда делегируем потому что деньги за которые ты и которые тебе говорят что там правительство это наши деньги Путин ничего не делает наши ресурсы наши деньги все правильно только Путин, на наши деньги готовят нам из наших детей убить вот и все и врагов нету так такового они, например, придумали врагов-то нету же они вот делают как будто разделяй, властвуй и стравлюй стравлюй, разделяй вы вас меня удивили теперь в чем моя система моя система объединила математику, физику и финны в одну науку знания правильно знания а у них разделяй, властвуй физика, химия а потом все делить аэродинамика, гидродинамика механика и всякую дуру придумывают все все, меня уже достали все, большое спасибо дорогой Юрий Степанович был рад знакомству спасибо большое всего доброго спасибо спасибо Продолжение следует...